незапланированное видео мой ответ заточном профессор мариарти скажем так самому опасному человеку в заточном сообществе тут оля точилка мечты на базе шарнирного приспособления тут пантограф столик и вот абразив апекса прикручен вот по такой схеме и как раз нож подходящий для демонстрации поставим так работать будем в двух двумя углами так вот и вот так вот первый проход сделаем видно фаска образовывается рядом с кромкой теперь под таким углом проходим видно замечательно видно фокус делаю одна фаска 2 фаска говорит о том что работая вот так вот и вот так вот мы в результате имеем в районе острия пленка разную вы работаем сейчас в разных плоскостях и видим что у нас проработалась вся фаска но по факту мы здесь получили неизвестно что и сбоку бантик или как любят говорить линзовиную заточку вот в общем ну как бы проблема ты это была уже выявлено но некоторое время назад кто смотрит в телеграме вот этот цикл видео об изготовлении этой а-ля точилки мечты ну если вспомнит последний ролик разбор ошибок там я в конце как бы пространно намекнул о том что есть определенные проблемы с которыми не факт что я захочу мириться но не стал я озвучивать потому что надо как бы было все это переварить осмыслить оформить вот для себя в первую очередь в голове все сложилось и потом уже какие-то выносить в массы выводы о результатах изготовления заточного приспособления мечты но это как бы мои частные там изыскания да но вот когда пантограф и вот такой вот крепеж апекс бланков есть производители которые изготавливают такие заточные приспособления работать на них можно но вот реально вот это вот это конечно ну как бы моем понимании приговор для заточного приспособления потому что но так для простого бывателя таких вещей происходить не должно но тот кто разбирается понимает что происходит как бы на таком приспособлении справиться с поставленными задачами все ссылки приведу в описании к видео канал заточного мариарти называется rsp не знаю почему была выбрана такая аббревиатура вот но она конечно расшифровывается правильно но мне кажется по нынешним временам стоял бы как-то переименовать канал ну и плюс ссылка на telegram где можно будет посмотреть эти изыски вот с youtube он пока что пауза временная можно промотать назад понять почему она происходит сейчас основная движуха в телеграме там уже но более сотни заметок это точно появилась на заточную тематику если у кого есть интерес и там кто пользуется этой площадкой так что присоединяйтесь в общем на этом все